Здравствуйте! В эфире программа «Коммерческая недвижимость». Сегодня в студии для вас работаю я, Юлия Марио, и мой коллега Константин Лысенко, директор отдел инвестиционных услуг компании CBRi. Добрый день, Юлия. Спасибо за представление. У нас в гостях сегодня Евгений Гриевич Варов, один из опытных девелоперов и инвесторов рынка офисной недвижимости в Москве. Добрый день, Евгений Гриевич. Здравствуйте. Сегодня мы хотели бы поговорить о вашем опыте развития офисных центров замкадов. То, что вы начали еще до решения президента Медведева о развитии Москвы в сторону юга и юго-запада и практически в Калужскую область. Насколько вы довольны своим опытом и какие результаты он уже принес? Идея данная была продиктована желанием рынка, данная идея была продиктована желанием тех компаний, которые уже на протяжении нескольких лет изъявляли желание уходить из центральных районов. Обусловлено это было историческим наследием. Москва была спроектирована, была построена и эксплуатировалась в последнее время по принципу большой черной дыры. Утром все едут в центр, вечером все едут в спальные районы. Соответственно, правительство Москвы за последние несколько лет приняло несколько очень важных решений, связанных с тем, чтобы максимально ограничить движение небольшегрузного транспорта, среднего транспорта типа «Газелей». И в итоге в пределы третьего транспортного кольца стала большая проблема попасть. Первыми на эту идею натолкнула компания «Атласкопка», шведская компания, которая на нашем рынке осуществляет большой объем продаж и реализации строительного компрессорного оборудования, горношахтного оборудования. Они столкнулись с проблемой, что им нужно совместить в одном месте и офис, и учебный центр, и сервис-центр, и склад. Их нахождение, например, у нас в бизнес-центре на Вятской было невозможно. Поэтому одно из первых проектов по переселению, или, скажем, передислокации компании за Амкат, это была компания «Атласкопка». Для нее была выбрана площадка в Химкинском районе. И в течение полутора лет, с момента заявки, мы смогли этот проект реализовать, сделав его, как англичане говорят по варианту «build to suit», то есть полностью заказчик получил то здание с той необходимой внутренней инфраструктурой, которому необходимо. В процессе общения с нашими клиентами стало понятно, что очень много компаний имеют активы, прежде всего, в регионах. Например, одним из основоположников самой идеи переселения и создания бизнес-центра «Реголэнд» имела компания «Юнимилк». В активе компании «Юнимилк» было 32 молочных комбината по всей территории Российской Федерации. А головной офис находился на Вятской, 27, и фактическое управление шло оттуда. Исходя из предложения бывшего генерального директора Андрея Бесхмельницкого рассмотреть вариант переселения за город, ввиду того, что бизнес не требует концентрации в центре города, как раз была рассмотрена концепция переселения или концепция формирования данного бизнес-центра. Естественно, здесь большую помощь оказала компания в том числе «Сибире», в том числе компания «Джон Лэнк Лассаль». Мы достаточно серьезные, много с ними прорабатывали данный вопрос, и была определена локация. Потому что локация в нашем сфере бизнеса, это очень важный момент, локация была определена как северо-запад. Почему северо-запад? Потому что пока еще, я думаю, что в перспективе, на это буду обращать серьезное внимание, роза ветров в московском регионе, она как раз преимущественно северо-западная и юго-западная. То есть чистый воздух у нас приходит как раз со стороны Истринского района, со стороны Красногорского района, со стороны Одинцовского района. Не зря Рублевка находится именно там. Второй момент при выборе места посадки бизнес-центра – это была его транспортная доступность. На сегодняшний день Новорижское шоссе – это одно из немногих транспортных артерий, который соединяет Московскую область с центром Москвы до станции метро улица 1905 года без светофоров. Евгений Юрьевич, мы поняли, что вы руководствовались исключительно потребностями и перспективой развития своих клиентов, которых вы вели уже на московском рынке внутри Третьего транспортного кольца. «Атлоскопка» – это был клиент, для которого вы построили «Биллтус Юйт», то есть специально под заказ, под спецификацией, в сроке и с необходимыми параметрами. Бизнес-центр, складской комплекс, логистический и учебный центр в Химкинском районе. Насколько был масштабный этот проект? Сколько квадратных метров? И какие сложности в связи с этим возникли, скажем так, нетипичные для развития проекта внутри города? Проект, наверное, с точки зрения рынка, он не очень большой, но он и не маленький. Там суммарно получилось 5 гектар земли, около 2500 квадратных метров офиса, около 2500 квадратных метров склада и около 1000 квадратных метров тренинг-центра, который для них был необходим. С точки зрения забюрократизированности, естественно, в области вопрос, в первую очередь, исходной решительной документации, вопрос решения строительства решался намного быстрее, чем в Москве. Проблемы, может быть, такие же, как и в Москве, с точки зрения подключения к инженерной инфраструктуре, потому что МАЭСК, он велик и могучий, он находится не только в Москве, но и в Московской области. Но, с другой стороны, мы столкнулись, например, с проблемой отсутствия инженерной инфраструктуры в виде водопровода, канализации, которая не прошла из городской черты до этого места в Химкинском районе и стоит там на балансе у компании, которая с советского времени была неким городообразующим предприятием, которым на очень качественном уровне поддерживал состояние данной инженерной инфраструктуры. Данный проект нам позволил показать, что такие проекты осуществимы, и в результате, например, реализации данного проекта на соседнем земельном участке, опять же, нами был реализован проект с компанией «Бош». Сейчас компания «Бош» уже построила в районе шести этажей своего объема, и этот проект наиболее масштабен. На трех гектарах земли реализуется проект площадью 60 тысяч квадратных метров, подземная парковка, тренинг-центр, склад, обучающий центр, учебные классы и сам офисный блок. Это самая крупная штаб-квартира «Бош» во всей Европе. «Бош» доволен этим проектом? И с точки зрения его качества и параметров? По предварительной информации, открытие штаб-квартиры «Бош» в России планируется на 2013 год с приглашением небезызвестных людей. Они хотели пригласить туда Ангелу Меркель и Владимира Путина. Поэтому я думаю, что если они хотят это сделать, наверное, это удачный проект. То есть им есть чем гордиться, и я неблагодарный вам. Скажите, вот эти проекты, они показали, что а – это возможно, б – это реализуемые в достаточно сжатые сроки относительно Москвы, проекты внутри города. И также вы поняли, что, видимо, имеет смысл посмотреть на спекулятивный девелопмент за пределами МКАДа, и родился проект «Рига Лэнд». Это один из очень масштабных бизнес-центров, включающих «Конгресс-холл», насколько я понимаю, гостиничный центр, существенную парковку и вспомогательные площади, торговые площади. Насколько сейчас вы видите этот проект эффективным? Хотели, может быть, бы его сделать меньше по масштабу? Может быть, наоборот, с перспективой развития? И насколько местоположение? Это порядка 20 километров по Новорижскому шоссе, насколько я помню. Чуть-чуть вы ошибаетесь. Находится оно у нас на расстоянии 8,5 километров от МКАДа. От МКАДа? От МКАДа. 8,5 километров от МКАДа. И, исходя из его этапности, сначала предполагался первый этап строительства на трех гектарах. Мы планировали построить порядка 40 тысяч квадратных метров только офисных площадей. Соответственно, во время входа страны в кризис в 2008 году проект был реализован. В полном объеме все было построено. И из этих 42 тысяч квадратных метров одно из зданий почти 22 тысячи квадратных метров было подписано с компанией Видео Интернешнл. Но в результате кризиса компания Видео Интернешнл, опять же, с нашим участием мы нашли компромисс. Они не переезжали к нам. И данные 22 тысяч квадратных метров были заполнены в пик кризиса как раз зимой 2009 года. Данный факт, наверное, говорит о том, что проект имеет право называть себя удачным. Параллельно с этим был приобретен соседний участок земли, на котором стала развиваться вторая фаза. И в результате опыта, полученного на первой фазе, стало понятно, что для такого типа проектов необходимо иметь дополнительную инфраструктуру. Помимо обычных офисных зданий, потому что это не город, потому что люди должны иметь максимум возможностей в перерывах в рабочее время, в обеденное время, в утреннее время, перед работой или после работы, получить какую-то дополнительную услугу помимо стандартных офисных квадратных метров. Поэтому было предусмотрено в первую очередь только объект питания, плюс небольшой ритейл. Во второй очереди уже у нас предусмотрено 4 объекта питания, и во второй очереди у нас предусмотрена гостиница на 90 номеров. Причем гостиница предусмотрена бизнес-класса, в которой должна быть очень приемлемая цена для клиентов и очень качественный сервис. Эта гостиница ориентирована, прежде всего, на арендаторов или на более широкую клиентуру, заинтересованную в этом районе? Эта гостиница в первую очередь ориентирована на арендаторов, в первую очередь. Естественно, они будут иметь и преимущественное право, и, соответственно, специальный прайс для размещения своих сотрудников. Потому что я еще раз хочу вернуться к изначальной идее. Так, как Unimilk был одним из якорных арендаторов первых, в итоге получилось, что практически все компании, которые сейчас находятся в данном бизнес-центре, они все имеют очень широкий, развитой именно региональный бизнес. Компания News Outdoor – лидер наружной рекламы по всей стране. Компания ProDemix Holding – это сахарная компания, одна из первых в России. Она имеет больше 30 сахарных заводов тоже в регионах. Компания Комплекс энергетической системы, все активы ТГК, они все находятся тоже в регионах. Исходя из этого, большое количество сотрудников, приезжающих, должно иметь тот сервис, которого пока не было. Вообще идея не была оригинальной, она не была придумана мной или еще кем-то. Эта идея есть в мире, в Европе, очень много таких бизнес-центров, в том числе в Германии. Что ж, Евгений и Константин, я предлагаю прерваться на рекламу, и после рекламной паузы мы вернемся в нашу студию. И снова здравствуйте. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня в студии для вас работаю я, Юлия Марио, и мой коллега Константин Лысенко, директор отдел инвестиционных услуг, компания CBRE. Здравствуйте, Юлия. У нас в гостях Евгений Георгиевич Варов, девелопер и управляющий бизнес-центром Regaland, находящимся за МКАДом. И это тема нашего сегодняшнего разговора. Мы продолжаем ее. Да, Костя, хотелось спросить. Вот до рекламного перерыва мы говорили о бизнес-центре Regaland. Это все-таки тенденция или исключение из правил такой бизнес-центр? Если честно, то это и то, и другое. Евгений Георгиевич удалось создать очень качественный продукт и сделать его для предсказуемых и заинтересованных клиентов. С другой стороны, есть целый ряд компаний, которые хотели бы и должны находиться в центре города. Насколько вы почувствовали, что трудно привлекать новых клиентов, с которыми вы еще не проговаривали, не готовили возможность переезда за МКАД в свой бизнес-центр Regaland? Ну, вопрос очень хороший, с одной стороны. С другой стороны, он не имеет ответа вообще. Потому что мы находимся в рыночных отношениях с 92-го года. Цивилизованный мир находится в некотором десятилетии. Соответственно, у них формировалось и мировоззрение, и ментальность, и подход к такого рода вещам. У нас очень сложно отделить правильное или неправильное решение. То есть здесь очень многое зависит от собственников компании, от топ-менеджмента компании. Мы же опять берем, если взять пример Европы или США, для них вынесенный офис за территорию города – это абсолютно нормально. Взять компанию IBM, она не находится ни в пределах ни одного населенного пункта. Очень много европейских компаний находится за территорией городов. Но если мы вернемся опять к небезызвестной компании Bosch, они находятся около города Штутгарт. На мой вопрос – а где транспорт? Какие у вас шаттлбасы ходят? Где железнодорожный транспорт? Я получил лаконичный очень ответ. Вы что, это же Bosch. За право работать в этой компании люди должны стремиться, они должны рваться. Стоит здание площадью 26 тысяч квадратных метров. Огромная парковка на 14 гектарах, холмы. То есть вот яркий пример. С другой стороны, компания BMW, они находятся в центре города Мюнхена. Они всю жизнь там были, они там остаются. И старые штаб-квартиры переезжают новые. То же самое и в России. Если компания «Роснефть» находится напротив Кремля, ну, наверное, сложно будет компанию «Роснефть» перетянуть за МКАД. С другой стороны, пример «Ростелекома», который сейчас переезжает на Киевское шоссе в обновленную Москву, это другой пример. Когда крупные компании из центра города, из здания центрального телеграфа на Тверской переезжают за МКАД. Отличные примеры. То есть получается, что в центре реально нужно быть только топовым юридическим компаниям, головным офисом крупнейших банков и представительским офисом крупных корпораций. Все остальные, и производственные, и сервисные, и финансовые учреждения, легко могут работать как за МКАДом, так и, собственно говоря, за пределами любого удобного для них города в России, ну, или в любой другой стране, где они ведут свой бизнес. Что привлекает клиентов в Рига-Лэнд в связи с этим? То, что они движутся против транспортного потока, то, что приехал и ты удобно запарковался, то, что это комплекс, который уже предоставляет и гостиничные услуги, и сервис, и какую-то торговлю, возможность покупок для клиентов, или что-то еще? Я бы хотел начать с более широкого спектра, ответить этот вопрос в более широком спектре. Еще раз хочу повторить, исторически Москва сформировалась, в том числе и с промышленными предприятиями советского периода, был некий паук, который утром все в себя всасывал, а вечером все из себя выбрасывал. В результате застройки города в конце 90-х, в 2000-е годы, транспортная инфраструктура стала не жизнеспособной вообще. Ну, наступил коллапс. Она вообще стала жизнеспособной, все это сейчас прекрасно понимают. Выйти из этой ситуации в течение года-двух невозможно. Я думаю, дай бог, нужно несколько десятилетий. И, на мой взгляд, такого рода проекты, они частично могут эту проблему не то чтобы решать, но хотя бы ее в каком-то моменте разгружать. Потому что мы имеем все спальные районы, они как раз сосредоточены, массовое проживание людей, они сосредоточены в районе МКАДа. Это Строгино, это Южная Бутова, это уже за МКАДом, это Северная Бутова. Если мы берем Чертаново на юге, если мы берем Водный стадион, это на Ленинградке, если мы берем Кузьминки, это юго-восток Москвы. То есть, достаточно большое количество населения проживает именно в этих районах. И как раз наличие такого рода бизнес-центров вполне может решать проблему как раз ту, на которую вы очень правильно отметили. Если утром у нас пробка в центр, то вечером у нас пробка из центра. В данном случае примеры такого рода бизнес-центров говорят об обратном. То есть, люди всегда находятся в противофазе, в противотоке. Утром они выезжают без пробки на работу, вечером они возвращаются без пробки на работу. То есть, пару часов жизни в день они экономят. Юля, а вы хотели бы жить и работать за городом? Наверное, да. А в этой жизни? Уже в этой. Уже в этой. Уже в живую работу. Ну, правда, мы встречаемся в студии в самом центре Москвы. Продолжая ответ на ваш вопрос, это опять вопрос, связанный с транспортными проблемами. В результате реализации проекта в бизнес-центре Рига-Лэнд, конкретно, на сегодняшний день, у нас получилось парковочных мест, надземных, подземных, многоярусных, больше трех с половиной тысяч. А какая арендуемая офисная площадь сейчас в бизнес-центре? Нет, общая арендуемая площадь бизнес-центра. На сегодняшний день арендуемая площадь составляет больше 80 тысяч метров. А средняя стоимость аренды? Средняя стоимость аренды в районе 12-14 тысяч рублей за квадратный метр. А проблема с транспортом как-то решена? Проблема с транспортом решена следующим образом. От станции метро Строгино, это ближайшая станция метро к нам, и станции метро Щукинская ходят бесплатные автобусы. В утреннее время это автобусы большие по размеру, вмещающие больше 60 человек. В остальное время через каждые полчаса ходят маршрутные такси, вмещающиеся в 14 человек. Это микроавтобусы Форд. Это платный сервис или вы предоставляете? Это сервис, который клиент не платит ни копейки. То есть фактически он включен в арендную плату за офисный центр? В арендную плату, да. А парковочные места? Транспортная инфраструктура по доставке наших уважаемых клиентов начинает работать с 7 утра и заканчивается в 22.30. Интересно, а сколько было введено в первом полугодии 2012 года в эксплуатацию офисных площадей? И между всего на рынке? Да, да. Но всего на рынке порядка 800 тысяч квадратных метров, насколько я понимаю. А перспективы какие на этот год? Перспективы такие, что девелоперы немножко испугались планов как раз выхода Москвы за МКАД. И сейчас в связи с сложностями получения согласования на новые офисы и в связи с тем, что меняется в принципе логистика и география развития города. То есть мы находимся на пороге некого такого квантового изменения стиля работы и жизни москвичей. Это хорошее слово. Ну такой как бы гигантский скачок должен произойти. Это некая политическая проблема, которая, наверное, вас беспокоит или, может быть, вы нейтральны к ней, исходя из того, что все-таки вы находитесь за пределами новой Москвы. То, что очерчено планами развития. Если вы говорите про субъективный наш вопрос или мой вопрос, то я бы на этот субъективный вопрос ответил следующим образом. Территория, на которой находятся данные бизнес-центры, она не попадает в новую Москву. Он находится в пяти километрах от будущего международного финансового центра. Рублево-Архангельска. Да, который должен быть построен на месте Рублево-Архангельска. С точки зрения развития Москвы, наверное, это шаг правильный, хотя спорный. Никогда нельзя сказать однозначно. Что касается моего понимания, чтобы можно было улучшить или получить, то, естественно, строительство новых станций метро должно транспортную инфраструктуру улучшить. И, соответственно, улучшить качество жизни, естественно. Когда есть всегда альтернатива автобусу, машине и есть метро, конечно, это очень сильно облегчает жизнь. Один из тех моментов, которые я с нетерпением жду, это строительство станции метро как раз в этом международном финансовом центре. Должно называться станция метро «Архангельская». Фактически она будет находиться в двух-трех километрах уже от нашего бизнес-центра. Евгения, как Вы считаете, почему все-таки арендаторы стремятся за пределы Московской кольцевой автодороги, несмотря на то, что бизнес-центр может находиться не совсем близко, допустим, к той же кольцевой дороге, к центру города Москвы? — Если бы я на Ваш вопрос ответил утвердительно, я бы слукавил. Это все очень индивидуально, это все очень субъективно, и сказать, что это целый тренд, по которому сейчас идет развитие, я бы так не рискнул сказать. — А стоит ли банку переезжать в бизнес-центр, который расположен за пределами Московской кольцевой автодороги? — Наверное, для бэк-офиса это более актуальный вопрос. — Я думаю, это вопрос для банка. — Для индивидуального банка, конечно. — Да, есть специфика, но я думаю, что, конечно, фронт-офис банка должен быть презентабельным, должен быть ярким, он должен быть на одной из центральных улиц. Бэк-офис, да, я с Константином здесь абсолютно согласен. — Он может быть и в Нижнем Новгороде, и в Твери. На самом деле, это еще одна тенденция, о которой мы можем поговорить в одной следующей передаче. — Юрий Юрьевич, то, что Вы развиваете гостиницу, то, что Вы развиваете конгресс-центр в рамках этого проекта, это желание сделать его максимально эффективным и удобным для клиентов, или это жесткая экономическая потребность? — Отвечу, может быть, излишне жестко, но это моя точка зрения. Коробки строить научились все. Качественные здания строить научились все. — Но мы живые люди, мы общаемся с живыми людьми, и наша основная задача — это представлять качественный сервис. Качественный сервис не должен заканчиваться только красивыми наружными стенами, лифтами Шиндлера или ОТИС. — Определенной высотой потолков. — Да, определенной высотой потолков, двухтрубными или четырехтрубными системами охлаждения или подогрева воздуха. Мы должны идти чуть-чуть впереди и стараться дать тот сервис, который востребован в ежедневной жизни, в постоянном общении, в развитии этого бизнеса. — Вы создаете бизнес-среду обитания, удобную как для сотрудников, так и для компаний. — Исходя из этого, была сформулирована бизнес-концепция, в том числе и с помощью компании Сибири. Это гостиница, это питание, это конгресс-центр. Видите, в дополнение к конгресс-центру в результате дополнительной доработки повлиявшего кризиса, одним из вариантов развития этого конгресс-центра предполагается еще дополнение к нему или на его территории насыщение льдом искусственным, которое позволит его загрузить дополнительно и спортом, в том числе, в первую очередь, для клиентов, для их семей, сделать его многофункциональным, то есть добиться еще одной задачи по предоставлению уважаемым арендаторам, уважаемым клиентам дополнительного сервиса, который бы стал еще одной маленькой каплей в принятии решения, что нужно размещаться именно там. — Скажите, вы говорите уже о многофункциональной и такой универсальной среде делового обитания и общения. Не подталкивает вас к идее развития жилого сегмента и урбанизации загородных площадей? Насколько вы смотрите, может быть, как вариант сегмента парт-отелей, то есть те квартиры, где долгосрочно могли бы жить сотрудники корпораций, снимающих в том числе офис в Рига-Лэнд? Насколько это кажется вам актуальной идеей и насколько она востребована, может быть, на рынке? — Охватить все невозможно, обхватить необъятное тоже невозможно. Поэтому я считаю, что на рынке жилой недвижимости и городской, и загородной недвижимости работают очень высокопрофессиональные компании. И данный вопрос, наверное, более логично адресовывать им. Имеет право на жизнь? Наверное, имеет право на жизнь. На сегодняшний день мы для себя этот вопрос пока не рассматриваем. — Что ж, замечательно. Наша программа подошла к концу. И сегодня у нас в гостях был Евгений Варов, председатель совета директоров компании «Милгрин» и также руководитель бизнес-центра «Рига-Лэнд». — Спасибо. — Игорь Ильич, спасибо большое. Спасибо. Спасибо за внимание. — До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин